Большинство OLED-дисплеев, используемых Apple в iPhone 12 серии, поставляется Samsung. Четвертая часть OLED-панелей, используемых в линейке iPhone 12, была поставлена LG, но в этом году цепочка поставок будет выглядеть несколько иначе. В новом сообщении корейских СМИ утверждается, что две самые дорогие модели iPhone 13 Pro и Pro Max будут оснащены технологией LTPO OLED, поставляемой исключительно компанией Samsung Display. Возможно, еще рано в этом быть уверенным, но источник утверждает, что Apple выпустит в общей сложности четыре модели iPhone 13 в конце этого года, две из которых будут иметь панели LTPO OLED с частотой обновления 120 Гц. LG Display останется поставщиком Apple, но поскольку компания еще не способна производить достаточно большое количество OLED-панелей LTPO, Apple будет полностью зависеть от Samsung в приобретении дисплеев для двух самых мощных вариантов iPhone 13. Панели LTPO более энергоэффективны, чем их аналоги LTPO. Ключевым преимуществом является то, что они могут иметь адаптивное частот обновления без дополнительного оборудования. Базовый дуэт iPhone 13 продолжит использовать старые LTPO панели, что, вероятно, означает, что они будут придерживаться 60 Гц еще в течение одного года. Это изменится в 2022 году, так как Apple, как сообщается, планирует использовать только LTPO OLED-панели для всех четырех моделей iPhone 14. К тому времени они смогут использовать уже LG Display в качестве второго источника панели, чтобы уменьшить свою зависимость от Samsung Display. Но только у Samsung будет достаточно мощностей, чтобы выполнить квоты Apple в этом году. Дисплей Samsung имеет явное преимущество перед своим соседом LG. Тем не менее, Apple не хотят полагаться на одного поставщика. По этой причине даже Боя рассматривался как потенциальный производитель OLED для iPhone 12 в прошлом году, прежде чем сделка сорвалась. Для производства панели LTPO требуется больше времени, поскольку технология требует добавления оксидного слоя. Это буква О в названии. Но это затрудняет их производство и делает их более дорогими. Впрочем, экономия энергии на 5-15% того стоит. Samsung Galaxy Note 20 Ultra стал первым телефоном, использующим панель LTPO. И скорее всего, в грядущей серии S21 также будет использоваться эта технология. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok